Хоп-хоп! Сейчас начнётся! Я не могу выиграть, смотрю на ноговицы, ну... Считается, что женщины играют славя и мужчины. Честно. Всем привет! Вы на канале Дракс из Малайф. И сегодня у нас в гостях международный гроссмейстер и вице-чемпионка мира по международным шашкам Ольга Федорович. Всем привет! Спасибо девочкам, что пригласили меня на интервью. А теперь перейдём к вопросам. Вопрос номер один. Мы знаем, что в детстве ты занималась и русскими шашками, и международными. Почему ты перешла в стоплетки? Сначала я занималась в русские шашки. Потом, когда мне было 13 лет, мы с тренером поехали на международный чемпионат Европы по шашкам. И я играла в категории до 13 лет. И тогда я помню, что я заняла без особых тренировок первое место на чемпионате Европы. И с этого возраста я стала заниматься тоже стоплетками. И какое-то время, до 18 лет, у нас шли тренировки параллельно. И в русские шашки, и в стоплетки. Но потом результаты в русские шашки у меня начали падать. И мне стало больше интересно заниматься стоплетками. Наверное, потому что я не любила учить дебюты, теорию. Это меня ужасно бесило. И я постоянно их забывала. Мне постоянно надо было их переучивать. И мне тоже казалось, что русские шашки – это одна теория сплошная. И мне это стало неинтересно. Конечно, леталки – это немножко другое. Это, наверное, более интересно, чем просто разыгрывать дебюты. Но в какой-то момент, это было, наверное, лет мне 18, когда я решила, что я не буду больше заниматься русскими шашками. Я просто хочу заниматься стоплетками и сконцентрироваться уже на чем-то одном. Ну, так получилось, что с лет 18 я уже стала только заниматься стоплетками. Какой твой самый сложный соперник? Наверное, когда-то у меня были сложные соперники. Мне казалось, что я никогда не могу выиграть матрёную ноговицу. Но это было раньше. Какой-то был момент, когда я постоянно проигрывала. Например, сейчас как-то всё равно происходит преломный момент, когда ты всё-таки по себе перепарываешь и как-то входишь на или нечаянные результаты, или выигрываешь, и тогда тебе уже не кажется, что это твой сложный соперник. И так, среди женщин, наверное, сейчас уже нет таких соперников. Но мужчины все сложные. В чём секрет успеха в шашках? Я думаю, что секрет успеха в шашках – это в первую очередь любовь к игре. Это желание заниматься и проводить свободное время всё своё за тренировками, за игрой. И, конечно же, наверное, частично это талант. Я тоже думаю, что всё-таки должен быть какой-то талант у человека, чтобы… Ну и усердная работа, любовь. Какой самый успешный и самый разочаровывающий момент в твоей шашечной карьере? Я думаю, что самый успешный момент, я так считаю, это был момент, когда я заняла второе место на чемпионате мира. Я очень была близка тогда, чтобы выиграть, стать чемпионкой мира. Ну, как бы Зоя Голубева, она оказалась сильнее меня. И она тогда победила, а я была вторая. Это, я считаю, был мой самый успешный момент в моей карьере. Я тогда, в принципе, была в хорошей форме и хорошо играла. Самый разочаровывающий момент был, когда в прошлом году я играла на чемпионате мира. И выигранную позицию просто отдала три шашки китаянке. Вот, это, наверное, был тогда самый ужасный момент в моей карьере. Вот, как сказать, не знаю, я тогда очень сильно расстроилась. Я поняла, что пора бросать шашки. Вот, ну, так. Какой момент был самым сложным в твоей карьере? Вообще, такие моменты бывают, конечно. Бывают спады, когда ничего не получается, все из рук валится. И тогда, ну, это бывает периодически. Я думаю, не только у меня, я думаю, что у всех это такой. Всегда очень сложно находиться в хорошей форме постоянно. Как бы, потому... И поэтому у меня периодически бывают сложные моменты, когда хочется, конечно, заняться чем-то другим. И вот, но потом что-то происходит, что опять начинаешь скучать, опять начинаешь влюбляться в эту игру заново и заново. И тогда возвращаешься, как бы, и уже все налаживается. Вот, ну, периодически бывают, конечно. Как ты справляешься с поражениями и переносишь их? Ой, я тогда думала, что я меняю вид деятельности. Куда-нибудь хожу, активно провожу время, забываю, стараюсь выключаться, как бы отделять голову, так сказать, отделять мысли. Вот, как-то дистанцироваться и заняться чем-то, переключиться на какой-то активный вид деятельности, может быть, спортом позаниматься, погулять. Ну, вот, как-то я думаю, что так, чтобы не думать. Хотя все равно очень сложно. Сколько времени ты уделяешь шашкам? Я обычно занимаюсь шашками 3 дня в неделю по часа 4. В данный момент времени я делаю это так. Вот, ну, конечно, были периоды, когда мы с моей сестрой были маленькими. Почему мы с моей сестрой? Конечно, были периоды, когда я была маленькая, и мы ходили к нашему тренеру на тренировки, мы ходили по 5, по 6 раз в неделю, и сидели по 3 часа. То есть, как бы, сейчас, конечно, уже я меньше стала заниматься. Вот, ну, смотрим, может быть, в будущем усилим. Все. Хотела ли ты когда-нибудь бросить шашки? И если да, то по какой причине? Да, конечно, очень часто бывают такие моменты у меня, что я хочу бросить шашки и заняться чем-то другим. Потому что, когда ты занимаешься шашками, в принципе, если я серьезно занимаюсь, то тогда я уделяю этому много времени. У меня голова как бы занята только этим. Подготовки к каким-нибудь турнирам, например. Но иногда бывают моменты, когда просто игра не идет, или плохая форма, или, ну, вот проигрываешь там всем подряд, не получается. Сама чувствуешь, что, ну, не получается просто. И вот тогда в такие моменты очень хочется переключиться на что-то другое и попробовать что-то новое. И кажется, что ты только всю жизнь шашками заниматься неинтересно. Конечно, есть, наверное, люди-исключения, которые... Но это, наверное, есть люди-чемпионы мира, которые многократные чемпионы мира, которые готовы посвящать этому всю жизнь. Но я пока еще не определилась точно, хочу ли я посвятить шашкам всю жизнь свою, или я хочу заняться чем-то другим. Вот, и поэтому периодически у меня бывает, что я хочу попробовать что-то другое и на какой-то момент остановиться. Вот, а потом что-то происходит, что я обратно возвращаюсь и занимаюсь, продолжаю. Пока что так. В связи с коронавирусом шашки перешли в онлайн-формат. Ты уже играла на онлайн-чемпионате PC-Best Club, и сейчас играешь за Беларусь в Кубке наций. Как ты относишься к такому формату проведения турниров? Я за себя скажу. Вообще, конечно, это прекрасно, то, что сейчас шашки перешли в онлайн, и что раньше таких возможностей не было. В смысле, возможности были. Но почему-то идея таких турниров возникла только сейчас, благодаря коронавирусу. И, в принципе, я считаю, что это прекрасно, потому что в будущем, даже когда уже все вернется как бы в свое нормальное русло, можно все равно проводить такие турниры в качестве тренировочных. И это как бы позволяет тебе сыграть с игроком, который находится на другом конце мира, то есть как бы легко, в любое время, то есть как бы не обязательно ехать куда-то. Вот, поэтому я считаю, что это очень хорошо. Конечно, что стали такие турниры делать, но лично за себя скажу, что я не знаю, я себя не очень чувствую комфортно, я как бы не вижу, доску не вижу, я могу попасться в один ход. Вот, как бы, поэтому у меня не очень хорошо получается играть онлайн, но у кого-то, наверное, хорошо получается. Поэтому, в принципе, тут как бы людей много, и мне немного. То есть ты видишь эти турниры больше как тренировку, чем какую-то возможность для официальных соревнований, да? Да, я считаю, что все равно невозможно турниры перевести в официальный формат, потому что, как бы, у меня была тоже один раз такая ситуация, что мне просто пропал интернет. Это очень сложно, как бы, предсказать и проконтролировать, я просто проиграла. Ну, хорошую позицию там. Вот, а бывают случаи тоже, я знаю, что кто-то играет с программами, например, как бы, это тоже сложно проконтролировать у всех, и поэтому я думаю, что официальные турниры, скорее всего, будет сложно так провести. Вот, только в качестве тренировки это очень хорошее, в принципе, дело. Есть ли у тебя какой-нибудь талисман или ритуал, который ты проводишь перед партией? Талисмана нет, наверное, но есть такая, как бы, привычка, просто перед тем, как идешь на игру, проговорить в голове, пожелать себе хорошие игры. Просто чтобы... Ну, это... Я бы не сказала, что это молитва, это просто... как бы, попросить себя хорошо играть, видеть все там комбинации, например, быть собранной, ну, настроиться как-то, в голове проговорить. Ну, я обычно так делаю, а так талисмана нет. Кто твой шашечный кумир? Для меня мой шашечный кумир это Анатолий Абрамович Гантрак. Он, как бы, в данный момент считается моим тренером и уже, в принципе, много лет помогает в подготовке. Вот. И поэтому то, как я вижу, как его стиль игры и его вот понимание позиций, стратегическое понимание, умение это объяснить, вот, мне кажется, это заслуживает уважения и поэтому я его очень уважаю и считаю, что вот для меня он кумир. Я бы хотела научиться играть и понимать позицию, как он. Не знаю, насколько это реальное или нет. Считается, что женщины играют словея и мужчин. А как ты к этому относишься после победы на чемпионате Беларуси среди мужчин? Я считаю, что это мне просто повезло, конечно же. Просто, наверное, так сложились все звезды. Вот. Но, конечно же, мужчины гораздо сильнее, чем женщины. Это, в принципе, показывает практика. И, к сожалению, пока что на данном моменте моем, как бы, на моменте на данном уровне моей подготовки я считаю, что с сильным гроссмейстером мужчин я могу только рассчитывать на ничего. Это будет для меня прекрасный результат. Вот. Возможно, когда-то я и захочу, конечно, большего, но пока что ничья с мужчиной для меня с сильным гроссмейстером для меня будет просто прекрасно. Вот. Ну, даже, я бы сказала, не просто ничья, а просто хорошо провести партию. Не то, что там убежать на ничью где-то, как бы, а можно даже проиграть, но просто хорошо, достойно отыграть партию на уровне высоком. Вот. Это было бы хорошо. Изменилось ли твое отношение к шашкам после замужества и какие у тебя дальнейшие цели? Это самый классный вопрос. Вообще, конечно, я думала, что мое отношение к шашкам изменилось после замужества и теперь на данном моменте, к сожалению, я как бы это сама понимаю, у меня немножко снизился интерес. Вот. И появились какие-то другие интересы, там, и быт тоже. Это тоже играет свою роль. Вот. И время как-то даже меньше появилось, я бы сказала, чтобы уделять. И не знаю, может быть, это тоже связано с ситуацией, что сейчас в ближайшее время турниров никаких не предвидится и нет особой цели, поэтому, к сожалению, у меня пока что, я знаю, что это моя проблема, что у меня сейчас пока что нет даже мотивации особой, чтобы заниматься и как бы совершенствоваться. Но посмотрим. О чем ты мечтаешь? Моя мечта это просто, наверное, чтобы все люди, мои близкие, родные, я в том числе, мы жили счастливой жизнью, всем были довольны, радовались, не грустили, чтобы у всех всего хватало, чтобы не было каких-то ссор, войн. Мне кажется, это даже моя мечта такая, чтобы спокойно, хорошо жить, счастливо. Сформулируй свое отношение к жизни в одном предложении. Все, что не делается, все к лучшему. Вот так, пусть будет, пусть будет так. И в заключении наш коронный вопрос, почему шашки так непопулярны в обществе и считаются легкой игрой, и можно ли это как-нибудь исправить? Я считаю, что шашки непопулярны, потому что они не являются зрелищной игрой. Например, если вы транслируете партию онлайн в интернете, то очень мало людей поймут, что там происходит. То есть, правила можно знать, как бы, это в принципе несложно. Много людей считают, что шашки как бы легкая игра, потому что они считают, что они знают правила, но знать правила это недостаточно, чтобы понять, что вообще происходит за доской. Поэтому я считаю, что когда транслируют, например, шашечные игры, что люди, многие просто не понимают и выходят, выключаются. Это как бы не массовое, не зрелищное, это только для определенного количества, для круга людей, которые разбираются. Вот. Как это можно исправить? Как это можно исправить? Я думаю, что надо тогда делать какую-то рекламу, приглашать спонсоров, надо как-то в массы шашки, не знаю, нести и вот как вы делаете. В принципе, вы молодцы, на самом деле, что вы занялись таким делом. В принципе, рассказывайте людям про шашки, что это такое, вот, и заинтересовывать как можно больше количества людей. И, кроме этого, мне еще кажется, что, да, многие люди в шашках нет больших денег, так сказать. если бы в шашках были такие же большие деньги, как в футболе, например, или в других таких там, в теннисе, ну, как бы, понятно, что этого, наверное, никогда не будет, но хотя бы, хотя бы, ну, как бы, чем на данный момент времени, то тогда в этот спорт приходило бы все больше и больше людей, и была бы какая-то еще материальная заинтересованность, не кроме, ну, не просто как бы любовь к этой игре, а еще была бы, в принципе, материальная заинтересованность у людей, и тогда это бы тоже, наверное, способствовало развитию нашего вида спорта. Спасибо, что согласилась дать нам интервью и ответила на все наши вопросы. Мы желаем тебе дальнейших успехов и побед. Спасибо, девочки, вы молодцы. Я вам желаю, чтобы ваш канал развивался, и чтобы у вас было больше подписчиков, и вообще делайте хорошее дело. Редактор субтитров А.Семкин